Всем привет, продолжаем знакомиться с художниками, фотографами, ну, в общем, творческими людьми. Сегодня хочу познакомить вас с Женом Аджей, французском по фотографии и художнике. Из семи бедных ремесленников в пятилетнем возрасте осиротел, воспитывался бабушкой и дедом. Я беру данные из Википедии и работы его тоже нашел в интернете. Со второй попытки поступил в консерваторию драматического искусства, принял группу передвижного театра, но был вынужден оставить актерскую профессию из-за болезни связанных. Работая на окраинах Парижа в театре, он встретил актрису Валентину Делафорс. Именно ей было суждено стать его спутницей жизни. Начал заниматься живой всю графику фотографий, снимал повседневную жизнь Парижа до его масштабной перестройки, запланированной и начатой бароном Османом. Считает, что мастерскую Аджей посещали известные художники – Брак, Дерен, Утрила, Кислин, Кужита и другие. Некоторые фотографии Аджей выполнял на заказ. Для французского архива он сделал серию документальных фотографий исторических изданий Парижа. Возможно, среди его заказчиков были Брак и Утрила. Вот фрагмент переписки Аджей с Полем Леоном, профессором в Колледже де Франц, сотрудником комиссии по историческим памятникам и одному из первых лиц Министерства культуры Франции. Из этой переписки следует, что Аджей продал 2600 негативов за 10 тысяч франков. Это одна из самых крупных, но и не единственная прижизненная продажа Аджей. Один из главных вопросов, связанный с творчеством Аджей – характер и специфика его наследия. Для многих исследователей он является, прежде всего, создателем парижских видов. Репутация создателя нескольких необычных, но изящных и романтических фотографий старого Парижа закрепилась за Аджей и остается важным обстоятельством оценки его творчества. В фотографии 20 века Аджей известен благодаря изображению городской среды. Полагается, что главной идеей Аджей было создание каталога парижских памятников. В изобразительной системе Аджей важны два обстоятельства – интерес к заурядному и повторяемость изображения. Как правило, он изображает не исторические памятники, а неприметные городские объекты. Однотипные предметы – окна, двери, лестницы, снятые в одинаковых фронтальных ракурсах. Городские улицы Аджей единообразно фотографируют как коридор. Считается, что некоторые объекты Аджей переснимал по нескольку раз с одних и тех же точек. Архив Аджей – это собрание отпечатков негативов, количество которых превышает 10 тысяч. Частично это собрание хранится во Франции. Ему принадлежат стеклянные негативы и частично отпечатки, которые Аджей продавал при жизни. Фотографии Аджей были приобретены несколькими парижскими музеями и библиотеками, в частности, Национальной библиотекой Франции, Исторической библиотекой Парижа, Национальной школой изящных искусств, музеем Карнавали. Одним из наиболее ранних аналитических текстов об Аджей считается эссе Вольтера Миньямина «Краткая история фотографий 1931 года». Миньямин рассматривает Аджей как предшественника сюрреалистической фотографии, фактически делая его участником европейского авангарда. Его понимание – Аджей – представитель нового. В 1968 году Нью-Йоркский музей современного искусства приобрел собрание работ Аджей из архива Бернес-Эбот. Сегодня Аджей – крупнейшая фигура в истории фотоискусства, один из пионеров городской фотографии. Вот интересно, что в честь Жены Аджей назван кратер на Меркурии. Ну вот все, что я нашел в Википедии о французском фотографии художники Жены Аджей. Все, всем пока, всем привет, до свидания, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok